здравствуйте дорогие друзья я вам показывала свою самарскую лидию из горшка по 9 и говорила видите сегодня 15 октября она у меня хорошо цветет еще совершенно видите не коричневеют соцветия кое где хотя мороз и остальные гортензии видно что уже коричневая стали от мороза знаете самарская лидия очень хорошо вот как-то выдержала но я вам говорила что листочки коричневеют в комментариях много читала комментариев и размышляла на тему вот почему все таки как-то она развивается сильно не наросла цветет и видеть соцветия не коричневеют цветет видимо ей хватает но чего-то не хватает знаете из ваших комментариев еще изучала решила что все таки я ее так сказать залюбила и посадила в очень рыхлую землю вычитала что для самарской лидии вот хозяйка лескова питомника советуют 30 процентов глинистой земли гумус добавлять ну и кислую почву 4 с половиной 5 с половиной а мне кажется что она у меня немножко такая видите очень рыхлая сейчас я хочу пересадить больше ну в другой горшок закопать вот эту вот шейку в надежде что видите почечки вот тут есть в надежде что проснуться вот эти почки весной и будут более прямые не вот на таких рожках ветки а вот эти вот нижние почечки и в принципе вот на этом стволике почек нету он мне не нужен поэтому я вот так прикопаю но покажу вам какие корни и какую буду делать землю ну вот эту землю если останутся там ниже корешков вот эту землю смешаю с землей из огорода она у меня такая видите глинистая более тяжелая такая более тяжелая видимо все таки залюбила я ее но сейчас покажу я посмотрите достала из этого горшка перевернула видно что корневая система посмотрите очень слабо очень слабо развелась если в точно в таком же точно из горшка по 9 я покупала гортензию геркулес она у меня заняла вот концу сезона показывала 15 литров а тут посмотрите три литра еле еле она освоила вот она в мою землю хочет сидеть в этом коме не хочет давать ну как бы разрастаться может быть проблема и в этом видно что вот горшок в котором росла видите совершенно она не хочет туда идти не хочет туда как бы корни свою пускать вот сейчас в этот горшочек так в этот горшок добавлю вот этой своей тяжелой такой земли тяжелой земли нарушу корневую нарушу корни в самарской лидии прикопаю почему вы скажете что я еще в горшке знаете я пока за ней наблюдаю у меня во дворе животные я вам рассказывала они не очень-то у меня следят носятся куда им хочется так немножко дам ей все-таки тяжелой земли не помню какой там грудь но еще и добавлю кислого торфа вот смешаю такую который был в горшке кислый грунт кислый торф верховой и вот моя это земля посмотрим в следующем сезоне как она отреагирует на вот такую сейчас вообще это все высыплю перемешаю и заново все пока остановлю сейчас нарушу весь этот ком весь чтобы она не сидела а весной пошла уже в рост не сидела в своем этом маленьком ведь совсем не нарастила корневую систему из горшка по 9 вот как она хотела сидела в этом маленьком вот сейчас растормошу это ничего страшного сейчас можно сажать эту этот грунт уберу которую тут у меня сделаю ей новое то что я тут намешала эти вот корни есть но развиваться сильно они не хотели все-таки наверное за любви убила я его ее вот так и прикопаю повыше это уберу постараюсь так посадить чтобы так сажать постараюсь чтобы вот корешки на весу держать чтобы эти корешки все-таки остались да ну показывать не буду очень так неудобно на весу буду держать и засыпать грунтом чтобы это все-таки на весу были корни притаптывать посмотрите что получилось но видно этот грунт закопала эту ножку которая была ну и буду смотреть следить в следующем году почему я обратно сажают дорогие друзья в горшок я вам говорила животное у меня и хочу все-таки подрастить вот эти веточки могут сломать затоптать хочу по подрастить в горшках некоторые описали тоже что он такая же проблема сохнут листья в открытом грунте это не зависит от горшка потому что корни еще она совсем не заняла вот допустим гортензия полярный медведь посмотрите в большом горшке какие шапки корни уже у нее до ну практически весь горшок но она цвела и радовала меня а вот видите это малышка не захотела развивать корневую систему может быть и правда проблема в грунте поэтому спасибо в комментариях за советы и в горшка в горшке мне все-таки обратно перевернуть следующем году если что-то не так посмотреть как развивается у нее корневая система вот рядышком бобо тоже вычитала что она очень реагирует на кислотность почву поэтому ее по с пересадила это черенок этого года и на мне его подарила получается если что я переверну в следующем году и посмотрю ну и буду еще какие-то делать ошибки может быть мой опыт кому-то будет полезен потому что мы все знать не можем на ошибках чужих мы учимся а вообще вот посмотрите какой красивый цвет еще у самарской лидии спасибо вам дорогие друзья за внимание и продолжаем дальше экспериментировать над нашими красотками до свидания